Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шалафаст. Смотрите в этом выпуске. Разбирательство по громкому делу. В Самаре начался судебный процесс над отчимом, которого обвиняют в жестоком убийстве ребенка. Требования к качеству знаний растут. В УЗО области подвели итоги приемной кампании. Больше вопросов и меньше времени. С 1 сентября вступает в силу новый регламент сдачи экзаменов по правилам дорожного движения. Больше 130 человек в сутки. Травматологи больницы Симашко подводят итоги летнего сезона. Домой с морем впечатлений. Юные самарцы вернулись после отдыха в Крыму. В Самаре начался судебный процесс по громкому делу 28-летнего уроженца Ямало-Ненецкого автономного округа Харитона Горячкина. По данным следствия, в результате действий подсудимого погиб трехлетний ребенок. Все произошло 31 января этого года в одной из квартир дома на проспекте Кирова в Самаре. Павел Бымаков расскажет подробнее. Находясь за решеткой в зале суда, Харитон Горячкин мечется из стороны в сторону. Какие в этот момент его посещают мысли, остается только догадываться. Лица от камеры он уже не прячет, но все же адвокат настаивает убрать прессу. В честь, мы заражаем против проведения съемки в ходе судебного заседания и просим удалить прессу. Никаких оснований для этого не нашлось. Журналисты остаются. Через несколько минут в зал заходит бывшая сожительница подсудимого, мама погибшей Василисы Бритвиной. 21-летняя мама погибшей девочки Наталья Бритвина, которая сейчас проходит по делу как свидетель, отказалась давать показания в присутствии камер. Суду она пояснила, что периодически на протяжении месяца, уходя на работу, она оставляла ребенка с Горячкиным. После этого на теле девочки появлялись новые синяки, ссадины и даже ожоги. Но всему этому находилось какое-то объяснение. За несколько дней до трагедии Горячкин избил их обеих. Почему даже после этого Наталья не рассталась со своим возлюбленным и не забрала ребенка, она так и не смогла пояснить. В суде допросили и бабушку девочки. Женщина призналась, знать не знала, с кем в последнее время встречалась и жила ее дочь. Имя Харитона Горячкина услышала лишь в день трагедии. Из результатов экспертизы следует. Трехлетняя Василиса Бритвина умерла от разрыва печени. По словам ее матери, за несколько дней до смерти дочери в съемной квартире, где они жили, Горячкин сильно ударил ребенка в живот. В отношении подсудимого проводилась судебно-психиатрическая экспертиза. Он признан вменяемым. По личности подсудимого могу также дополнить, что он характеризуется отрицательно по месту жительства, то есть последнего места жительства. И характеризуется отрицательно по месту содержания под стражей, то есть в лесном изоляторе. Его характеризуют как человека, склонного к побегам, склонного к суициду и члену вредительства. А вот представители органов опеки и отдела по делам несовершеннолетних ничего необычного в поведении Горячкина не заметили. Хотя дома у семьи были после того, как ребенок побывал в больнице с рассеченным подбородком. Были все адекватные, общался тоже. Свою вину Горячкин признает частично, говорит, никогда не издевался над ребенком, а просто ставил в угол и шлепал иногда в воспитательных целях. Этот человек уже был дважды судим за сбыт наркотиков и кражу. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы. По делу будут допрошены еще более 10 свидетелей. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Больше вопросов, меньше времени. К первому сентября готовятся и ученики автошкол. С осени вступает в силу новый регламент сдачи экзамена по правилам дорожного движения. Изменения коснутся всех трех частей, из которых состоит испытание. Что изменилось, выясняла Олеся Корецкая. Водить машину студент Максим Козиков научился давно. Дождался совершеннолетия и готовится сдать на права. На площадке отрабатывает новые элементы. Готовится к экзамену во второй половине сентября. По новому регламенту. То же самое, только два упражнения новых прибавили и все. Нет, не волнуйтесь. Одна из причин, почему меняют правила сдачи экзамена – растущая интенсивность движения и загруженность на дорогах. Нужно учиться ездить в условиях, когда все вокруг занято машинами. По новому регламенту экзамен по правилам дорожного движения становится более конкретизированным. Например, при сдаче навыков практического вождения кандидат-водитель должен уложиться в определенное время, а также не нарушить отведенные расстояния между элементами площадки и машиной. Теоретическую часть разделили на тематические блоки. Одна ошибка – и курсант получит пять дополнительных вопросов. Добавились новые элементы в практическую часть. Вместе со змейкой и разворотом в ограниченном пространстве нужно будет сдать поворот на 90 градусов. Сама змейка стала проще. На все элементы отводится конкретное время – от 30 секунд до 10 минут в зависимости от категории. Во время езды по городу экзамен будет фиксироваться на видеорегистратор. Ошибки разделили на грубые, средние и мелкие. На площадке уже оборудованы новые элементы. Их отрабатывают и новички, и те, кому экзамен сдавать до сентября. После первого числа обучение начнется по новому регламенту. Это, конечно, нанесет определенный отпечаток на обучение и на сдачу. Но ничего такого, скажем, сверхъестественного вот этот регламент не вносит. Сложнее придется тем, кто обучался по старым правилам и не сдаст экзамен в августе. Им придется пересдавать уже в сентябре, с учетом всех нововведений. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. Осторожно на дороге могут быть дети. В Самаре обновляют дорожную разметку. В первую очередь на пешеходных переходах, которые находятся рядом со школами. Андрей Горгуленко увидел технологический процесс. На участке улицы Советской армии около школы номер 46 появилась специальная дополнительная разметка. Она дублирует дорожный знак «Осторожно, дети». Теперь родители учеников могут быть спокойнее и увереннее выходить на пешеходный переход. В начало учебного года очень важно организовать безопасность дорожного движения, особенно около школ, чтобы наши маленькие детки могли спокойно переходить дорогу. И чтобы все водители видели и знали, что здесь особый участок. Рабочие делают все вручную. Сначала наклеивают линии трафарета, затем наносят специальный холодный пластик и равномерно распределяют его по рисунку. После чего посыпают специальными светоотражающими шариками. Они позволяют видеть разметку и в темное время суток. Всего в Самаре в непосредственной близости к дороге находятся 158 образовательных учреждений. На данный момент у большинства школ работы уже выполнены. В настоящее время разметки осталось нанести только у 30. Это те образовательные учреждения, на улице дорожной сети которых прилегающей, производился ремонт большими картами. То есть работы подрядчик по ремонту дороги завершает. И сразу после него выходит подрядчик по нанесению линии дорожной разметки. До 1 сентября объемы все эти будут выполнены. Водители о дороге близ школы предупреждены. А потому дорога к знаниям у учеников становится безопасней. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. С новыми силами в новый учебный год. 400 детей области вернулись с отдыха на Черноморском побережье. Это ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За счет областного бюджета они получили бесплатные путевки. На перроне железнодорожного вокзала отдохнувших встретила наша съемочная группа. На перроне с нетерпением ждут поезда из Анапы. В вагонах едут четыре сотни детей. Ребята возвращаются с Черноморского побережья после трехнедельного отдыха. Ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ездили по путевкам в Анапу и Республику Крым. Бесплатно, за счет областного бюджета. Благодаря этому мечта провести на море три недели для многих оказалась реальностью. Мне понравилось, как мы ходили на море, и дискотеки, и мероприятия. Второй раз уже ехал, ездил. Будет скоро третье на следующий лет. Но я каждый год в Анапу буду ездить. Ну не в Анапу, а за юг. Здоровый загар, хорошее настроение и заряд бодрости на целый год вперед – самое главное, что привезли дети с Черного моря, а также много новых друзей. Мне понравилось там участвовать в спортивных соревнованиях и на море купаться. Мне понравилось. Выступать мне там понравилось. У меня появилось очень много новых друзей, и было весело очень. Ну уже не первый раз, с легким сердцем отпускал. Я уверенная была и счастливая, что мой внук поехал отдыхать. Такие поездки стали традиционными для самарских детей. Каждый год в областном бюджете выделяют деньги на отдых и оздоровление ребят в трудной жизненной ситуации. Олеся Корецкая, Марина Матвеевшина, Константин Веловин. События. Заводское шоссе отремонтируют. Для жителей Советского района эта улица имеет большое значение. О долгожданном ремонте и других важных вопросах говорили на встрече с Николаем Меркушкиным. Подробности у Андрея Горгуленко. Состояние заводского шоссе – одна из главных проблем жителей Советского района. Дорога находится без ремонта уже несколько десятков лет. Вопрос о восстановлении этой городской артерии самарцы подняли на встрече с Николаем Меркушкиным. Заводское шоссе сделаем не за год, а за два. Пусть будет два года, но мы должны знать, что это будет сделано. Это будет сделано. Спасибо. На заводском шоссе находится множество предприятий. Важность ремонта этой улицы отметил и мэр Самары Олег Фурсов. Часть предприятий, на которых вы работаете, находится в зоне заводского шоссе. Какая там дорога, рассказывать не нужно. Все знают. Проект прошел экспертизу. Есть положительная экспертиза. В этом году мы начнем работать на заводском шоссе. Горожан также интересовал вопрос о новых домах. В прошлом году в регионе построили 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Эту цифру планируют увеличить до 3 миллионов. Программа «Жилье для российской семьи». Значит, она будет до 2018 года работать. Мы изменим нормативы. Нормативы. То есть, что значит? Уплотненность. Снять. И я не знаю, впишутся ли в советский район новые какие-то высотные дома. Значит, если вписываться будут в те нормативы, которые мы будем новые утверждать, будет строиться. Волнует горожан и вопрос строительства новых школ. Уже на территории будет открываться Георгий Ракера 25, второй детский садик. Большое вам спасибо. Вот по строительству новых школ, что вы можете сказать? Мы обязательно будем это делать. На это федеральное правительство по поручению президента страны принята программа на 2,8 триллиона рублей на 9, 10 там даже лет. По школам проблема будет решаться. Спасибо большое. Более частные вопросы жители советского района смогли передать в письменном виде. Все они будут рассмотрены в течение двух недель. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Город трудовой и боевой славы. Такое звание может получить Самара. Исторический для региона закон приняли депутаты Губернской думы на внеочередном заседании. С инициативой присвоения такого статуса вышли ветераны. Губернатор Николай Меркушкин обсуждал этот вопрос на встрече с президентом страны. Владимир Путин поддержал предложение. Депутаты приняли закон сразу в двух чтениях. Куйбышев и Куйбышевская область внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Заводы запасной столицы отправили на фронт больше 40 тысяч самолетов Ил-2. Каждая пятая авиабомба и каждый третий артиллерийский снаряд были сделаны в Куйбышевской области. Предложения о присвоении звания «Город трудовой и боевой славы» могут выдвигать органы местного самоуправления или общественные объединения. В первую очередь почетный статус могут получить Самара и Чапаевск. На мой взгляд это историческое решение и я думаю, что этого очень сильно ждали наши ветераны. Мы благодарны президенту Российской Федерации, что это в конечном итоге предложения нашей инициативы были поддержаны. Город Куйбышев – это, во-первых, и запасная столица Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны были эвакуированы десятки заводов на Куйбышевскую землю. Самарские вузы подводят итоги приемной кампании. Средний балл поступления по результатам ЕГЭ вырос в среднем с 6 до 12 пунктов. Какие шаги необходимы для того, чтобы не просто удержать, но и улучшить показатели. Об этом шла речь на встрече преподавателей с губернатором. Олег Зверев выслушал мнение. Итоги приемной кампании говорят, учиться в Самаре стало престижнее. В этом году началось объединение технического университета с архитектурно-строительным. Средний балл поступления по результатам ЕГЭ составил более 65. Статус объединенного вуза опорный и это о многом говорит. Удачно сложилось, что нам удалось сразу в первом заходе войти в опорные. Вы знаете, что еще раз хочу сказать, всего там 12 вузов страны. И больше пока, больше конкурсы не объявлялись. Не объявлялись. И более того, сейчас будем смотреть, как новый министр к этому еще отнесется. Опорные вузы пользуются повышенным вниманием государства и их финансовая поддержка значительно выше. Но в ближайшие годы они должны будут подтвердить, что эти затраты не впустую. А чтобы доказать свою эффективность на перспективу, в регионе необходимо отладить систему отбора талантливой молодежи. Среди тех, кто подал документы к нам в вуз, более 600 человек участвовали в Олимпиадах. То есть это люди, которые имеют тягу к интеллектуальной деятельности, хотят соревноваться и имеют достойные звания. Победителей мы приняли троих. Трое победителей это хорошо, но, к примеру, в университет имени Королева пришло 17 медалистов Олимпиад. А в Новосибирский университет победителей пришло больше 60. Чтобы и в САМГТУ было столько же, в Самаре в этом году начинает работу Центр одаренных детей. То, что собственных платонов у нас немало, видно из большого числа научных разработок и инновационных программ. Вот одна из них. На создание высокоэффективных катализаторов губернтской премии в области науки и техники присуждена группе ученых САМГТУ. Руководитель профессор Андрей Пимерзин. Спасибо за ваше внимание и финансовую поддержку научных работ, которые выполняют не только в нашем университете, но и во всех вузах Самарской области. Мы вместе с коллегами, принимая эту награду, расцениваем ее как высокую оценку нашего труда и всех ученых, объединенного теперь Самарского государственного технического университета. Спасибо. А чтобы проекты самарских ученых получили зеленый свет на самом высоком уровне, региону необходимо более весомое представительство федеральных органах власти, сформировать которое самарцы смогут на выборах 18 сентября. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Экономить деньги можно, уверен глава Самары Олег Фурсов. Директорам и руководителям среднего звена муниципальных предприятий мэр рассказал о способах экономии бюджета, не теряя при этом эффективности работы. Под его руководством в городе были предприняты меры, которые принесли результаты. Произошла замена банков, обслуживающих муниципалитет, и только одно это позволило за месяц сэкономить 70 миллионов рублей. Кредитоваться город стал в казначействе под 0,1%. По-новому проводятся конкурсные процедуры. Более принципиально стал работать финансовый контроль, благодаря чему вовремя выделяются те статьи расходов, где можно сэкономить. Сокращаются расходы на содержание аппарата чиновников. Кадровый аудит и ревизию расходов на содержание мэр призвал проводить и в муниципальных предприятиях. Все это непросто, что, конечно же, много людей недовольных, но еще раз подчеркну, что это требование и веление времени, и мы с вами тут по-другому поступать просто не можем. Экономика диктует следование таким правилам, и мы фактически не можем себе позволить так содержать чиновников, так вот хорошо содержать чиновников. Они должны соответствовать своим функциональным обязанностям и тому месту, которое они занимают в системе управления. 130 самарцев ежедневно попадают с травмами разной степени тяжести в больницу Симашко. Летние месяцы по традиции плодотворны на упавших велосипедистов и роллеров, горе строителей и граждан под градусом. Травматологическое отделение сейчас в стадии ремонта. Как живется пациентам в новых палатах узнала Мариана Мирная. Подскользнулась, упала, очнулась гипс. В лучших традициях советской комедии Марина Суперфина не заметила ступеньку в темном коридоре и вышла совсем не смешно. Перелом с осколками, операция и металлическая пластина в ноге. Я, наверное, его выброшу сразу. Я не хочу такой подарок оставлять. Нет, не буду разрисовать. Но я его выброшу. Мало того, я еще хочу выбросить каштыли. Во второй городской клинической больнице имени Симашко лето, горячая пора. Травматологическое отделение забито под завязку. Тех, кому недостаточно помощи травмпункта, отправляют в стационар долечиваться. Пациентам оказывают всю необходимую помощь. А лежать в отремонтированной больнице морально гораздо легче. Здесь уже поменяли окна, потолки, переложили полы и заменили двери. Ремонт у нас еще в процессе идет. Естественно, так как ремонт не делался больше 10 лет, а сейчас вот с точки, бог дорогой, на врачу, ну, заметно. И люди довольны. То есть, палаты стали чище, светлее и, конечно, комфортнее находиться. За сутки в травмпункт поступают до 130 человек с растяжениями, переломами рук и ног, травмами, связанными со строительными работами и активным отдыхом. Медперсонал дежурит круглосуточно. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Врач с доставкой на дом в Ленинском районе Самары приступила к работе лавка здоровья. Экспресс-обследования во дворе смогут пройти все, кто хочет знать больше о своем организме. Депутаты городской думы организовали встречу, которая поможет в деле профилактики болезней. Олег Зверев тоже побывал в кабинетах под открытым небом. Лор, терапевт, окулист, анализы крови и все виды обследований на одной площадке. Лавка здоровья, выходят с народ. Врачи и медсестры Самарской поликлиники номер 3, спеццентры и центры профилактики предлагают каждому узнать больше о своем здоровье. Обычно на это просто не хватает времени. А тут сами пришли к пациентам. Это поможет сохранить здоровье и нацеливает человека на исцеление. 3-4 минуты и готовы результаты анализов на сахар и холестерин. Еще через 20 минут определяется ВИЧ-статус. Тут же электрокардиограмма, взвешивание, флюорография. По итогам врачи дают рекомендации или направляют на детальное обследование. Зачастую это позволяет выявить более сложные заболевания на ранней стадии. Сколько я вот здесь уже второй раз принимаю участие, выявляются особенно больные с глукомой. Лавка здоровья работает в Ленинском районе Самары уже во второй раз. Первый настолько понравилось пациентам, что решили организовать еще. Человек должен все-таки подойти, посмотреть на наше мероприятие, задуматься о своем здоровье. Понять, что в принципе все-таки здоровье это его в руках. И помощь врача в этом будет, если человек будет осознанно идти на профилактирование заболеваний. На ближайшее время назначены еще три выезда лавки здоровья. Кроме того, врачи напоминают, что начинаются прививочные кампании против гриппа. Всех, кто желает безболезненно провести простудный сезон, приглашают на уколы. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Далее коротко о других темах дня. Двухэтажный поезд на маршруте Москва-Самара отменили. Вагоны поезда отозвали из эксплуатации в соответствии с предписанием Ространснадзора, так как ранее было зафиксировано несколько случаев саморасцепов. Двухэтажные поезда временно заменят одноэтажными вагонами аналогичного класса, а все пассажиры, уже купившие билеты, будут обеспечены посадочными местами. В случае отказа от поездки пассажиры смогут оформить возврат билетов в кассах. Деньги за неиспользованные билеты вернут полностью. Суд признал банкротом бывшего поставщика АвтоВАЗа, завод АвтоВАЗ Агрегат. Ранее в отношении гендиректора предприятия и его заместителя были возбуждены уголовные дела по фактам сокрытия средств. АвтоВАЗ Агрегат поставлял АвтоВАЗу более четырехсот наименований комплектующих. В июле 2015 года для рабочих, занятых на производстве, был объявлен режим простоя по вине работодателя с выплатой двух трети от зарплаты. Деньги рабочим стали выплачиваться только после вмешательства областных властей. На данный момент долг предприятия перед его сотрудниками составляет 34 миллиона рублей. В горе отец стал фигурантом уголовного дела. Жигулевский 33-летний мужчина после развода, проживающий с сыном, долгое время нигде не работал. Пил, не давал деньги ребенку на одежду и еду, а также регулярно его избивал. Сигнал в полицию поступил от органов опеки. В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сейчас мальчик находится под присмотром бабушки. 430 лет отметит Самара в следующие выходные, 10 и 11 сентября. Масштабный праздник пройдет на набережной и площади Куйбышева. В программе показательные выступления парашютистов и пилотажных групп, интерактивные выставки, тематические площадки, концерт самарских и федеральных коллективов, которые завершатся фейерверком. Подготовка ко дню города стала главной темой на совещании в департаменте ЖКХ. Организаторы ожидают на празднике порядка 80 тысяч гостей. Чтобы все они без проблем смогли уехать домой, дано поручение продлить работу общественного транспорта. Наша задача – обеспечить этот праздник для того, чтобы он прошел без издержек. Поэтому я сразу нацеливаю все, без исключения руководители, работают в эти два дня. 11 августа торжества на площади Куйбышева можно будет увидеть в прямом эфире телеканала «Самара ГИС». Трансляция начнется в 17 часов. Выпуск продолжит новости спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольная «Самара» готовится к новому сезону. Хоккейная «Лада» удачно стартовала в континентальной хоккейной лиге. Гоночная «Лада» выиграла этап Кубка России. Тольяттинец Дмитрий Брагин выиграл первую гонку «Туринг-Лайк» на шестом этапе Кубка страны. Пилоту везло с самого начала. На Смоленском кольце он был лидером и тренировки, и квалификации. Основной соперник «Тольяттинца» москвич Денис Булатов квалифицировался только восьмым. В итоге Брагин на два очка опередил столичного спортсмена. Три матча, две победы, удачный старт «Тольяттинской лады» в регулярном сезоне континентальной хоккейной лиги. Сейчас автозаводцы на втором месте восточной конференции. Впереди только омский авангард. В двух прошлых сезонах «Лада» не попала в плей-офф, завершая чемпионат на предпоследнем месте в конференции. Самара продолжает накачивать баскетбольные мускулы. Клуб с одноименным названием до начала чемпионата страны в Суперлиге готов попробовать свои силы в товарищеских матчах с командами из более мастеровитого дивизиона «Единой лиги». Главный тренер Самары Сергей Зазулина уверен, в предстоящем сезоне команда может претендовать на выход в финал чемпионата и Кубка России. Из 15-16 человек, которые готовы к сезону, только четверо иногородние. Не самарские. Таких команд в чемпионате страны больше нет, заявил Сергей Зазулин. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова